Тем более мы видим, как сейчас развивается тяжелоатлетика в Америке, какой происходит рост спортсменов. Все больше и больше атлетов начинает выходить на такой топовый международный уровень. Очень мало чисто тяжелоатлетических залов. В основном это кроссфит-залы, где, как правило, при любом кроссфит-зале есть еще клуб тяжелоатлетик. Школы, с большой буквы, как в России, где стаканившаяся система, такого нет. В каждом университете, но во многих университетах можно получить стипендию специально, чтобы заниматься спортом. И там, это по сути уже профессиональные спортсмены. Там таких программ по тяжелоатлетике нет. Поэтому долгое время тяжелоатлетика в Америке, по сути, была таким спортом-энтузиастом. Казалось, что там уровень тренеров, это первый взрослый разряд здесь в России. То есть знания просто таких вот прям фундаментальных, таких масштабных знаний нет. Есть такие просто базовые какие-то знания у людей. Конечно, уровень квалификации тренеров там существенно ниже, чем в России. Там людей, которые там по 20 лет тренируют и там воспитывают мастеров спорта, там участников чемпионатов России или даже более высокого уровня. Таких там, конечно, нет. Дорогие друзья, ну вот и докатилась, докатилась видновская тяжелая атлетика. Точнее, не докатилась, а вышла за пределы России. Теперь про нашу школу видновскую знают и за границей, в Америке. Вообще, кстати, если брать Российскую Федерацию, то к нам на семинары приезжали Саранска, обучались Самара, Воронеж, Питер обучаются. То есть такой масштаб всероссийский происходит. И вот сейчас я представлю нашего гостя, который живет в Америке, приехал сюда, ну и здесь, так же проживает в Москве. И увидев в интернете, что-то увидел, уроки, видео. Да, и друг у меня тренируется. Вот, и друг тренируется. И решил так же приехать, познать вот это вот, научиться тяжелоатлетике. И приехал к нам в город. И вот представляю Николая Дудченко. Родился в Москве, сейчас живет в Америке. И вот, пользуясь таким же случаем, хочу поговорить с ним про тяжелоатлетику, которая, ну, про принцип тренировок, который проходит в Америке. Тем более мы видим, как сейчас развивается тяжелоатлетика в Америке, какой происходит рост спортсменов. Все больше и больше атлетов начинает выходить на вот такой топовый международный уровень. И вот есть возможность, не перемещаясь туда, а поговорив вот сейчас с Николаем, он поделится своими впечатлениями, сделает такой анализ, сравнение, как тренируются там, какие подходы к тренировочному процессу, может быть, к восстановлению. Мы с ним так в общих словах просто договорились об интервью, но, может быть, я просто как бы область разговора нашего создаю, чтобы как можно больше получить информацию, просто лично мне, например, интересно. Поэтому вот слово передаем Николаю. Прежде всего расскажи, как ты оказался в Америке, как долго, что ты там делаешь, если это не секрет. Нет, не секрет. Я учился в Москве, в МГУ, потом... Закончил? Закончил, да, потом работал, потом я закончил еще магистрскую программу в российской экономической школе, и после этого я уехал в аспирантуру в Америку. Вот я там сейчас 4... Я сейчас 5-й год, там аспирантура 5 лет занимает, как правило. Вот, то есть у меня сейчас начался 5-й год, вот, и... Ну вот я уже здесь, в Москве, я тяжелой атеистикой не занимался. Там я, как и многие, начал с кроссфита. Вот, и моя девушка и я, мы пошли на кроссфит просто, и там познакомились впервые с тяжелоатлетическими движениями, но когда ты делаешь, там, рывок раз в 2 недели, там, толчок тоже где-то так, то научиться вообще невозможно этому. Ну, и мы как-то... Просто нам понравилось, и мы решили больше именно вот тяжелоатлетикой заняться, и, насколько я понимаю, это в Америке очень типичная история, то есть кроссфит вообще дико популярен, в том городе, где я живу, по-моему, при том, что там 50 тысяч населения, я не знаю, как это в сравнении с видом. А где ты учишься там? Учусь я в Стэнфорде, где-то на западном побережье, в Калифорнии. Живу я где-то в часе езды, небольшой город, называется Санта-Круз, вот, то есть там где-то 50-60 тысяч населения, при этом там 13, что ли, кроссфит-залов, или около того, я пытался выяснить, правда... Ну, кроссфит-залы, это автоматически можно назвать и тяжелоатлетические, да? Да, как правило, очень-очень... Я, конечно, не самый крупный эксперт, но по моему опыту очень мало чисто тяжелоатлетических залов, в основном это кроссфит-залы, где, как правило, при любом кроссфит-зале есть еще клуб тяжелоатлетики, куда либо просто те же самые люди, которые ходят на кроссфит, приходят, чтобы чуть лучше освоить тяжелоатлетические движения, или люди, которые вот чисто тяжелоатлетикой занимаются, они туда... То есть есть и сугубо тяжелоатлетические залы, но их, в принципе, не так много, хотя сейчас их становится все больше и больше. Из-за популярности, да? Да, но мне кажется, что кроссфит в этом плане сыграл там очень важную роль, потому что до этого, мне кажется, люди вообще не очень были знакомы. Ну, то есть, когда-то, может быть, там давно, еще в 50-х годах были, а потом как-то в Америке популярность сильно упала у тяжелоатлетики, а сейчас она растет в связи с кроссфитом, и открываются новые залы и так далее. Вот ты потренировавшись уже здесь и тренируясь там, вот расскажи, допустим, об обстановке, о тренировочном процессе, допустим, там, что... Какой подход там происходит к тренировкам? Есть отличия? Ну, опять же, я не в таком большом количестве залов тренировался, но вот как мне показалось там после тренировок в Москве, в прошлом году я чуть тренировался в Москве, мне кажется, есть какие-то... В России, когда тренируешься, прослеживаешь какие-то общие такие закономерности, что ли, в тренировках, то, что больше упор идет на количество повторений в подходах, тренировки такие объемные достаточно и очень много внимания техники. Вот, в Америке в целом очень часто, мне кажется, как бы на технику обращают меньше внимания, то есть больше людей свободы, и, как правило, ну, опять же, в Америке просто очень трудно выделить какую-то вот систему общую. То есть там кто-то больше тренируется, вот кто-то там смотрит программы, как в России люди тренируются, и пытаются их адаптировать на своих спортсменов. Кто-то вообще там смотрит на болгар каких-нибудь, и там делают высокоинтенсивные тренировки с малым количеством повторений. Вот я так тренировался, наверное, несколько месяцев, где-то весной и летом прошлого года. И у нас вообще тренер там постоянно ставил там рывок по 90-95%. Там каждую пятницу мы на максимум пытались поднимать. И чисто психологически это было, например, мне лично очень тяжело, потому что хочется все время прогрессировать, а не получается. Ты как бы мучаешься. Да, и думаешь, вот, страдаешь, все не так. В этом плане мне лично. А тренировки должны приносить какое-то такое удовольствие, ну, чувство удовлетворения работы, да, удовлетворение от проделанной работы. И, естественно, результат должен быть такой заметный, видимый. Ну да, то есть мне вот проще заниматься, когда много вспомогательных упражнений, когда много повторений, ну, относительно, там, я имею в виду, там, 4, там, не знаю, 3, уже какое-то количество. Тогда, там, я не знаю, тебе пишут 8 подходов, там, на 95% рывок, и там ты из них 6 не смог поднять, и у тебя ощущение, что день вообще... Да, да, да. Вот. Ну, то есть, там, нет единого подхода к тренировкам, он у всех немного разный. То есть нет такой системы, которая, грубо говоря, существует у нас здесь? Нет, однозначно нет. Потому что, получается, мы здесь, как бы, ну, уже так сложилось с многими десятилетиями, что все, как бы, во всех залах выполняют, грубо говоря, одну и ту же работу, с небольшими, конечно, есть в каждом регионе какие-то свои отступления, тренеры находят какие-то свои, ну, подходы индивидуальные, но в целом, получается такая общая костяк, структура уже создана, и где бы тренер не находился, он все равно, какая-то логика существует в тренировочном процессе, правильно? А там у вас, получается, в Америке, получается, ну, грубо говоря, что тренер захочет, да, чего он там нахватался, чего увидел в интернете, то он и старается применить к спорту. Да. Тем более, наверное, не основываясь даже на своем опыте. Есть ли такие квалифицированные? Там есть несколько таких центров, ну, во-первых, там тренировал вот не так давно, я не знаю, как сейчас, но там есть так называемый олимпийский тренировочный центр в Колорадо, вот, и не так давно там базировалась их сборная по тяжелоатлетике, практически все спортсмены, сборной там тренировались, и там тренировал польский тренер, я не помню его фамилию, к сожалению, Зигмунд, вот, и у него там был какой-то, соответственно, свой подход, он, по-моему, сам олимпийский чемпион, то есть, вот у него был какой-то там подход к тренировкам и там какая-то система, вот, но за пределами там особенно, то есть, там есть несколько таких, как бы, центров, где там люди, ну, не знаю, может быть, за последние там 10-15 лет у них сформировался какой-то опыт, и вот на основании этого опыта преподавали, но такой вот школы, как бы, с большой буквы, как в России, где вот, там, стаканившаяся система, такого нету, вот, ну, и там, этот олимпийский тренировочный центр, по-моему, сейчас там уже не тренируется, по-моему, что-то у них там не сложилось, и они распустили эту команду, и все эти спортсмены куда-то разъехались, там, к другим. То есть, они, получается, либо в другом месте, они все вместе тренируются, либо каждый сам к себе? Ну, я заметил такую тенденцию, что они, в принципе, любят, в Америке вообще очень легко переехать из одного места в другое, вот, люди постоянно переезжают, и, я вот, в принципе, заметил, что там у тяжелоатлетов, у них есть такая тенденция, что они друг за другом ездят, то есть, вот один куда-нибудь там переезжают, и они, чтобы как-то иметь компанию, с кем тренироваться, там, поддерживать, они там друг за другом, вот, в городе, где я живу, там, в принципе, мы там имели возможность в зале познакомиться с, значит, парень, зовут его Иен Уилсон, он вот, там, у него рекорд, по-моему, недавно его рекорд побили, он в 105 весовой категории, был там, рывок, у него что-то 173, там, у шеи, толчок. Кстати, что-то в последнее время, он раньше как-то в фейсбуке светился и светился, а тут что-то как-то... У него все травмы какие-то. Вот я, кстати, хотел спросить, может, травмы какие-то? У него были травмы, да, что-то с плечом, мы делали операцию, после этого, я не знаю, что он остановился или нет, но вот я просто заметил, что он жил в этом Санта-Крузе, потому что в университете там, учился в местном, и к нему уже там уже стали приезжать, там, Дэвид Гарсия, там, есть такой тоже 105 и кто-то еще, и они там, у них какая-то уже компания сформировалась, они там все вместе тренируются. Вот, но просто, если интересно, фундаментально, как бы в Америке так все устроено, что, во-первых, главные виды спорта, это там игровые, то есть, американский футбол, и, там, бейсбол, и почти все виды спорта, они очень тесно связаны с университетами, то есть, у человека есть возможность получить, не в каждом университете, но во многих университетах можно получить стипендию специально, чтобы заниматься спортом, и там, это по сути уже профессиональные спортсмены, там, университетский спорт там очень популярен, вот, и, ну, то же самое относится и к легкой атлетике, и к плаванию, то есть, у людей есть возможность как-то свою, ну, и заработок какой-то обеспечить, образование заодно получить, к тяжелоатлетике это не относится, то есть, университетских программ по тяжелоатлетике нету, поэтому, долгое время, тяжелоатлетика в Америке, по сути, была, как бы, таким спортом энтузиастов, то есть, это вот люди, которые, там, если они хотят учиться в университете, то тяжелоатлетика им никак не поможет, а только будет отвлекать их от учебы, если они, никаких особенных, то есть, какие-то стипендии там сейчас появляются, но это редкость, то есть, в целом, грубо говоря, если ты там бегун, и ты там бегаешь на треке, то у тебя есть возможность поступить в университет, у тебя там отличные тренировочные условия, и у тебя, как бы, жизнь уже более-менее идет по проложенным рельсам, вот для тяжелоатлетов это не так, они вынуждены сами как-то искать, там, способы, там, семинары проводить, там, спонсоров искать, и так далее. Ну, а вот, ты в одном каком-то зале занимаешься, или попробовал, в одном, в нескольких, в принципе, залах. А как ты считаешь, там, квалификация тренеров, ну, какая, достойная, или как это назвать, ну, высокая, ну, потому что, один, я тебе, извиняюсь, что перебью, я тебе, я разговаривал с одним тренером, который был там на семинарах, и он сказал, что там уровень тренеров, это первый взрослый разряд здесь, в России, ну, то есть, знания просто, таких вот прям фундаментальных, таких масштабных знаний, нет, есть такие просто базовые какие-то знания у людей, которыми они вот, апеллируют, стараются научить, и все. Ну, я, пожалуй, соглашусь, потому что, я не так много, в принципе, залов видел, и особенно за пределами Калифорнии, но в Калифорнии могу сказать, что, там, есть, наверное, несколько залов, где, по крайней мере, у них там есть, хотя бы какая-то локальная, более-менее, история, там, участие, там, побед в соревнованиях, в основном же, там, если ты приходишь, например, на кроссфит какой-нибудь, и просто идешь, в, клуб штангистов, при этом, кроссфит-зале, там человек, который будет тренировать, он, скорее всего, очень низкой квалификации, потому что, там, есть эта, кроссфитерская система, аккредитация, вот, и она, там, какой-то уровень, там, можно получить, там, тренер первого уровня, но, если я правильно понимаю, как это устроено, я сам не проходил таких курсов, но, ты едешь куда-то, там, один день, это буквально занимает тебе, или, там, два, за эти два дня тебе какие-то показывают упражнения, объясняют, там, как, что делать, и ты можешь считаться тренером, то есть, ты сам даже не обязан, там, уметь поднимать толком. Кроме говоря, семинар, дающий просто знания. Да, но ты получаешь, там, сертификат, что ты, там, тренер по штанге, там, первого уровня, какого-то. мы тренировались, здесь, начинали с кроссфитерского зала, там, там, был какой-то тренер, который, вроде бы, там, я не знаю, какая у него квалификация, но, вроде бы, у него был какой-то послужной список, там, атлетов, а потом мы переехали, и там тренировались, там тренировал, вот, буквально, там, наш ровесник, который сам занимается штангой, он, в принципе, там, что-то поднимает, но, совершенно, ну, может быть, на уровне, там, кандидатов, мастера спорта, я бы сказал. То есть, в целом, конечно, уровень квалификации тренеров, там, существенно ниже, чем в России. Там, людей, которые, там, по 20 лет тренируют, и, там, воспитывают, там, мастеров спорта, там, участников, чемпионатов России, там, или даже более высокого уровня, таких там, конечно, нет. Может быть, в Калифорнии, там, один из самых знаменитых тренеров, он, по-моему, вообще, пауэрлифтингом, всю жизнь сам занимался, вот, Макс Аито, такой, там, есть человек, вот, он тренирует, этих, штангистов, но, сам он, я так понимаю, не, даже, толком не занимался никогда, может быть, штангой, он знаменит, нет, он занимался, но он больше знаменит тем, что он приседает очень много, вот он всех в многом приседает. Либо у него просто удается, ну, имея знания, он просто обучает так, что они больше в приседаниях прогрессируют, чем... Ну, вот, все очень любят к нему ездить, потому что он, там, если ты занимаешься, да, если ты занимаешься там штангой, ты чувствуешь, у тебя не хватает силы, вот он может тебя там быстро довольно прокачать в этом направлении. Угу. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok